И Старевнов. Накануне открылась необычная выставка-конкурс, где представлены работы мастеров Ненецкого округа и не только. Суть конкурса – воссоздать старинный экспонат в точной копии. Итоги выставки конкурса смотрите у Катрины Тайбарей. Завораживающими песнями комик-коллектива открылась выставка-конкурс «И Старевнов». Гости, участники и организаторы собрались в Центре народного и декоративно-прикладного творчества, чтобы нагрудить лучших мастеров. Мероприятие такого формата проводится впервые. На его подготовку ушло несколько месяцев. Идея состоит в том, чтобы взять старинные предметы быта и попытаться восстановить их в традиции, то есть в неизменном виде, как бы они могли выглядеть сегодня. Орудия труда и инструменты, традиционная одежда или ее элементы, домашняя утварь номинации в конкурсе было три. Свои работы представили мастера Ненецкого округа, Вологды и села Сизябск, республики Коми. Всего 20 человек. Как признались члены жюри, выбор был трудным. Все участники постарались на славу. Евдокия Попова из деревни Киев, например, заняла третье место в номинации «Традиционная одежда и ее элементы». Мне сказали, может, что-нибудь старинное восстановите. Мы сходили в музей, отпечатали вот эти фотографии, и по ним я восстановила узоры и связала носки и рукавицы. На это у меня ушло месяц с лишним. Евдокия любит заниматься рукоделием и учит этому внучку. Ну, мы только один раз вышивали, и вот примерно пару дней назад. Ну, да. Так вот, мне понравилось вышивать крестиком. Также на церемонии награждения победителей и призеров организаторы конкурса поблагодарили дарителей, тех, кто отдает свои традиционные древние вещи в качестве экспонатов в музей. Когда к нам приходят в домик и говорят о том, что он наполнен теплом, он наполнен теплом благодаря вам. Главная сложность конкурса в том, что мастерам следовало в точности воссоздать старинный оригинал той или иной вещи. Как признались участники, восстановление древних экспонатов несет и духовную ценность, так как заставляют вспомнить о своих корнях и обернуться к жизни и быту предков. Катерина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал Север.